Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где каждый день мы размещаем аналитический контент, который, если вы уже подписаны на канал, точно знаете, обязательно поможет вам в принятии торговых решений. Ну что, мы наконец-таки дождались кульминации Джексон Холла, банковского форума, симпозиума. Все это об одном и том же фундаментальном событии. Сегодня мы ждем выступления Джерома Пауэлла, который возглавляет американский регулятор. Мне очень нравится аналогия Блумберг, то, что именно Пауэлл является законодателем макроэкономических мод. Он отвечает за центральный банк, за регулятор, который своей политикой диктует фактически условия того, как нужно действовать и другим регуляторам мира. И, соответственно, если какие-то решения и принимаются по стимулированию политики, по потенциальному ужесточению, скорее всего, это те самые инструменты, которые будут также работать впоследствии и использоваться в других центральных банках. Мы ждем от ФРС, ну не только мы, наверное, все трейдерское сообщество, вот этих решений, которые предполагают корректировку текущей денежно-кредитной политики. И если, опять же, мы будем рассуждать в нескольких сценариях, то здесь стоит отметить, что буквально месяц назад на рынке был достаточный оптимизм и уверенность трейдеров, полагающих, что на симпозиуме в Джексон-Холле Пауэлл обозначит дорожную карту выхода ФРСа из программы QE и, может быть, намекнет на более приближенные сроки первого, за долгое время повышения процентной ставки. Но за месяц последняя ситуация радикальным образом изменилась в худшую сторону. О ковидных рисках мы с вами уже говорили. Но здесь еще важно отметить и статистику, которая, в принципе, является отражением негативного влияния еще одной вспышки коронавирусной инфекции на общую фундаментальную макроэкономическую американскую конъюнктуру. Две недели мы уже накапливаем фон статистический, который, в принципе, готовит нас к тому, что сегодня во время своего выступления, важного для рынка выступления, Пауэлл будет придерживаться ястребиной риторики. Это значит то, что, точнее, откажется от комментариев, которые предполагают ужесточение политики. Собственно, накануне у нас было несколько релизов. Это индекс расходов на личное потребление, это первичные заявки на пособие по безработице и годовые данные по ВВП. Если сравнивать эти отчеты, которые мы вышли, с прогнозными уровнями, ну, налицо то, что статистика ухудшается. Причем это данные, которые отражают влияние третьей волны ковида на американскую экономику. В третьем квартале, когда мы будем уже подводить итоги после того, как он завершится, фонд будет еще хуже. Вот годовые данные по ВВП США. Прогноз был 6,7%, фактическая цифра 6,6%. Международный валютный фонд еще некоторое время назад прогнозировал, что американская экономика сможет легко выйти на показатели роста в 7%. Но я думаю, что МВФ и эксперты, опять же, этого фонда и представить себе не могли, насколько все-таки недооценивался риск повторного возникновения вот этой угрозы, связанной с ковидом. Поэтому, конечно же, 7% это может быть когда-нибудь. Американская экономика сможет выйти на такой показатель, но не сейчас, не в ближайшее время. Дальше ожидания будут только ухудшаться и под конец года мы в итоге увидим более скромные значения. В сухом остатке, друзья, у нас достаточно вот этих аргументов статистических, которые позволяют нам предположить, что ФРС сегодня в лице Павла точно воздержится от каких-то формулировок, которые могут спровоцировать повышенную волатильность, могут привести к укреплению доллара, потому что это не нужно. ФРС не сможет позволить себе в текущих условиях отказаться от стимулирующей политики, потому что сейчас надежды на положительный эффект этих стимулов в будущие периоды времени, в будущих кварталах на фоне сохраняющейся угрозы ковида, это единственное, что может поддержать рыночный позитив и убедить инвесторов не разбегаться с американского фондового рынка. И Павел, конечно же, все это знает. Придет время, друзья, когда будут более подходящие экономические условия, и регулятор без угрызения совести сможет позволить себе сделать заявление о том, что наступил тот самый момент, когда американская экономика уже готова отказаться от вот этих бешеных объемов ликвидности, которые заливаются в экономику через программу количественного смягчения объемом в 120 миллиардов долларов в месяц. Но это не сейчас. Поэтому, готовясь к сегодняшнему выступлению Павла, которое состоится в 17.00 по московскому времени, я считаю, что индекс доллара, который в моменте котируется на уровне 93 пункта, под конец дня сегодня ослабнет. Может быть, это будут уровни 92.50, возможно, уйдем и еще ниже, потому что все-таки фундаментальное событие сегодняшнего дня по значимости, по силе воздействия на рынок мы не видели уже, вернее, более чем квартал. Идем дальше. Помимо индекса американской валюты мы следим за золотом, которая вернулась к сопротивлению 1800 долларов за тройскую омсу. И индекс рыночных настроений снова показывает, что большинство считает, что золото будет снижаться. Я же сделаю акцент на то, что ослабление курса американского доллара поддержит рынок драгоценных металлов, потому что прежде всего стимулирующая политика ФРС, которая потенциально задержится, продлится еще месяц-другой, приведет к снижению доходности американских трежерис, и на это уже отреагирует рынок золота. Цели 1825. Также со всем этим очень тесно коррелирует американский фондовый рынок S&P. 4 475 пунктов наша цель по-прежнему 4 500. И опять же, мягкая риторика Федрезерва – это единственное, что может сделать сначала помочь американскому фондовому рынку и индексу добраться до цели 4 500, и потом уже пойти еще выше. Но сначала нужно увидеть все-таки 4 500. И не хочется замахиваться и ставить на еще более высокие ценовые значения, хотя я прекрасно понимаю, что если ФРС реально решит притормозить с ужесточением своей политики, то фондовый рынок будут ждать, как отмечают мои коллеги S&P, значения 4 750 и 5 000 пунктов. Но об этом поговорим чуть позже. И еще два актива, за которыми мы следим на этой неделе. Это новозеландский доллар против американца 0 69 30. Здесь я советую вам несколько убрать в сторону фонд, который связан с долларом в отношении новозеландца. Да, я прекрасно понимаю, что и на новозеландцы сегодня будет влиять то, что произойдет с долларом. Это, конечно же, так. Но когда все-таки вот этот шум уляжется, рынку придется фокусироваться на негативном воздействии ковидных ограничений четвертого уровня, которые вступили в силу в Новой Зеландии и продолжают действовать. И это все приведет к ослаблению курса национальной валюты. Потому что с учетом тех ограничений, которые действуют, конечно же, резервный банк Новой Зеландии не сможет позволить себе как-либо вмешаться в политику в плане роста процентных ставок и сокращения программы количественного смягчения до октября, до ноября. Мы будем использовать это время, чтобы продать новозеландца. Сейчас у нас очень хороший уровень. Он находится рядом. Сопротивление 0,70. И я полагаю, что есть больше шансов пройти в районе 0,65, нежели чем вернуться к уровню 0,72. И рынок нефти также пока что из-за рисков, связанных с очередной вспышкой штамма Дельта. Во многих регионах мира я считаю, что трейдеры недооценивают угрозу значительного падения спроса. Как рынок реагирует на эту угрозу мы видели неделю назад, когда бренд потерял больше 10%. Поэтому здесь ожидание снижения ниже 70 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Хорошая вам торговая сессия, закрытие недели и замечательных выходных. Всем пока.